Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, продолжаем, продолжаем с вами обсуждать видеоролик Ольги Уралочки. Live, да, национальное таджикское блюдо с домашней лапшой. Ну что у нас там? Серебряная копытца, да, что там ещё Уралочка читала? Всё сказки читает, да, а Сафарик, говорит, слушает прямо с открытым ртом. Я уже говорила в прошлом своём обзоре, что Сафарику надо почаще читать сказки, чтобы мыслей таких вот не появлялось, развратных, ужасных. Так что, Уралочка, ты видишь, что он балдеет от сказок? Читай ему сказки прямо бесконечно. Садись, читай прямо на видео, да, Аленький цветочек, Серебряная копытца. Значит, рассказывает, что и мультик посмотрели, говорит, и читала, и на вопросы надо отвечать, да. Мне интересно, как на вопросы отвечает Абдугани, если ребёнок не понимает русского языка. Как отвечает на вопросы? Уралочка, расскажи нам, на каком языке отвечает Абдугани на вопросы? И что-то этот Аленький цветочек прямо-таки зачитались. Сейчас будут читать месяц Серебряная копытца. Ну, может быть, это Абдугани так задают, так долго читать эти сказки. Кстати, да, вопросы были относительно этих сказок, что якобы их читают, да, где-то во втором классе или где. Нет, ребят, посмотрела я и, правда, погуглила в четвёртом классе. Да, есть такое дело и есть. Вот и Сафарику нравятся сказки, нравятся мультики. Что-то вот как-то не складывается, да, какая-то нескладуха. Сафарик, мультики и чё ещё он там говорил. А, котики деревья насилуют, цветы. Что-то вот как-то не сходится, да, сказки и такие взрослые моменты. Я прям уже даже представить боюсь, о чём он думает, когда смотрит сказки. Ужас, ребят! И да, Уралочка говорит, неделю читают, неделю разбирают, на вопросы отвечают. Ребят, вы мне скажите, вашим детям в четвёртом классе тоже задают целую неделю читать сказку и на вопросы отвечать? Я что-то как-то сомневаюсь. Вроде как четвёртый класс это уже не первый и не второй и неделю читать сказку. Ну, видимо, это для Абдугани отдельно задают. И то, ребят, опять же, ну, враньё-враньём, где он её прочитает? Ну, Уралочка, да, ему прочитает, она и говорит, что читает. А сам он её не прочитает, он даже на вопросы сам не ответит. Поэтому, ну, чушь. Чушь я уже говорила и опять повторяю, что чушь. Значит, чтобы не было вопросов, да, что якобы Уралочка сама там тесто делала. Делала. Делала она тесто и всё она делала. Но только в начале видеоролика она заявила, что блюдо это будет готовить сафар. В итоге кто готовил, кто туда нос засунул в это блюдо. И в итоге они даже ни один, ни второй не назвали правильно, как называется то, что они готовят. А потому что названия нет, потому что это вообще какой-то набор продуктов, и назвать правильно, ну, просто невозможно. И как можно писать национальное таджикское блюдо, и ни один, и ни второй не знает, как называется. Это позорище. Да, ребят, ужас. Сафарик, ты учись, наверное, вот готовить сафар национальное блюдо. А называется как? Уралочка что-то там промямлила, что это атала. Уралочка, это не атала. И близко даже не похоже. Вот на блюдо шима, да, больше похоже. Ну вот, я вроде как и в Таджикистане не была, но хоть что-то похожее приблизительно нашла. А у нас таджик, который готовит, даже название блюда не знает. И главное, поддакивает уралочки. Угу, позорище. Ляпнул, лишь бы отвязаться. Но я вообще не понимаю, как, прожив столько в Таджикистане, не знать, как называются национальные блюда. Ой, ребят, смотрю, значит, и комментарии параллельно читаю. Смотрите, что пишут. Не надо думать, надо быть грамотным человеком. В школе же училась. Это относительно Уралочки, которая сказала, что она всё равно будет говорить, как и говорила. В магазине работало. Что вы морочите мозги зрителям? Видно же, что всё по сценарию. Ищите себе оправданье. Сказки вспомнили? Что вы такие хорошие? Новый год не забыли? Что вы там делали? Или вы так думаете? Бессовестные люди. Ну, про Новый год они и раньше всем писали, отвечали. Кто спрашивал, что слушайте всякие сплетни, якобы всё это неправда. Ну, правда-неправда, у меня на Дзене этот видеоролик доступен и посмотреть можно. Их Новый год, да. Популярный Уральский Новый год. Что интересно, ребят, Дуню не пускают почему-то в комнату. Даже прервали видео, чтобы её туда пустить. Почему Дуне нету доступа уже в своей квартире и ей надо сидеть на кухне? Что там такого в комнате, что туда нельзя Дуне? Я вот что-то как-то не пойму. Ну, и, кстати, да, ребёнок читает. Как читает, а? Ну, если ребёнок учится читать по-русски, то он должен вслух читать. И, по крайней мере, хоть что-то должно быть слышно. Но мы не слышим никаких признаков чтения. Дальше, ребят, читаю. Смотрите, что пишет Наталья Назарова. Оля, просто мы редко с мужьями на кухне бываем. Вот и пишут, немного завидуя. Наши мужики на работе только вечером дома за едой. Так вот, в чём дело. Так вот, кто завидует. Это хомяки уральские и завидуют. Да, завидуют уралочке, что с ней рядом сафарик постоянно тусуется. А они мужиков не видят днями целыми. Только вечером на кухне. Вот в чём дело. А на нас всё сваливают. И, ребят, замечательный комментарий написала Каринка Малинка. Не Галинка, а Каринка. Для Оли нужен такой мужчина, который бы закрыл холодильник на замок. Или сам бы ел побольше, а ей чуть-чуть. Да вы что? Карина, вы что? Уралочке сафари когда-то на даче сказал. Лучше смерть, чем диета. Вот. Поэтому он теперь её раскармливает по полной. Ребят, топчется она возле плиты и стола. И под ней так скрипит пол. Я просто не могу. Только такой, знаете, как снег, так громко. Ужас, ребят. Её уже пол просто не выдерживает. И, говорит, это очень вкусно. Может, кто-то сомневается. Да кто бы сомневался, уралочка. Тебе вкусно всё. Но только вот такое жирнючее, жрать такими порциями. Это ужас. Ну, в принципе, кушай. Кушай ты, наша девочка. Никого не слушай. Ешь, пока рот свежь. Ешь. Только потом не говори, что тебе надо бежать по врачам. Потому что, если так жрать, то никакие врачи уже не помогут. Ни платные, ни бесплатные. Ну, а вообще, ребят, что я хочу сказать. Вы знаете, всё, за что не берётся уралка, она обязательно испортит. Я не знаю, но ни разу, ни разу она не приготовила ничего по рецепту. Так, как положено. Обязательно чего-нибудь наляпает лишнего. Если честно, вот такое вот блюдо я в жизни бы не стала есть. И не по той причине, что оно невкусное. Потому что, ребят, это просто убийство внутренних органов. Особенно для уралки или людей, склонных к полноте и у которых уже есть излишний вес. Ребят, а этой по барабану берёт эту ложку, заливает в себе в рот, пробует и стонет. И кайфует. Вот от чего она испытывает кайф. Это пищевой, ребят, оргазм. И от него уралка не может избавиться, потому что это идёт из детства. У неё все воспоминания, все какие-то вот детские моменты, все связаны со жрачкой. Булка с сахаром, там ещё что-то, печенюшки, зефир, там ещё что-то она выпекала. Всё связано с едой. Ну вот и как она избавится от этого пищевого оргазма. У неё одно счастье. Счастье в жрачке. И когда она готовит, она представляет, что потом она это будет есть. И вот действительно от этого всего у неё и огонь в глазах. Ой, в общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.